Доброе утро, дорогие телезрители! С вами в студии Мадина Лайпанова. 4 ноября в нашей стране отмечается День Народного Единства. И сегодня у меня в гостях семейная пара, которая знает об этом очень многое. Ну что, давайте с ними знакомиться. В Карачаево-Черкесии кратковременный дождь, в горах местами сильный. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 7-12, в горах до плюс 7, а днем 15-20 градусов тепла и местами до плюс 13. В центральных и южных районах местами высокая пожароопасность. В Черкесии ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь, ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 9-11, а днем 17-19 градусов тепла. Сегодня у нас в гостях Мамет Абдурахманович и Людмила Александровна Шамановы. Здравствуйте, дорогие друзья. Я рада приветствовать вас сегодня у нас в студии. Как я и уже ранее озвучила нашим телезрителям, наш сегодняшний такой выпуск, он посвящен Дню Народного Единства. И мне кажется, что ваш союз, длиною больше полувека, яркий такой пример межнационального согласия. И вот хотелось бы узнать и поделиться с нашими зрителями вашей историей, историей такой любви длиною в 53 года. Ну, кто из вас первый начнет? Ну, я, ну, муж. Нет? Жена, да, все-таки? Ну, Людмила Александровна, муж вот делегировал вам вот это вот, чтобы вы рассказали. Ну, расскажите нам, пожалуйста, как так получилось, что вы вот встретились, помните ли этот день, скажем так, навсегда ли у нас? Очень даже такой знаменательный был день. Встретились мы на танцах, он был с бородой почти что до груди. Но я сначала подумала о такой старой, а когда начали встречаться, сбрил свою бороду такой красивый, такой симпатичный парень. И тут я поняла, да? И тут я поняла, что все, и больше мы не расставались 27 сентября 70-го года. Вы даже день помните. Потому что больше мы не расставались. Хотелось бы вот открыть немного, да, вот завесу тайны и рассказать нашим телезрителям, что вы родом не из Карачаева, Черкесия. Вот расскажите, откуда вы, и интересно, что Мамед Абдурахманович там делал. Наверное, искал меня. Я с Архангельска. Они приехали с друзьями. Ну, это в то время был, мы же были комсомольцами, был клич Карачаева, Черкесия и вообще по России – «Освоение не Черноземья России». И вот с Карачаева, Черкесия, Краснодарский край, Ставропольский край. В общем, собрали нас всех в Москве, и потом в Москве распределяли с северо-запад – это Петрозаворск-Мурманск, на север – это крайний Архангельск, и с северо-восток – Сыктывкар. Вот по трём направлениям нас и распределили. А сколько вам тогда лет было, Мамед Абдурахманович? Мне, наверное, двадцать один, двадцать два, наверное. Двадцать пять. И вот вам достался… Когда я ехал. А, да, первый раз. И вам вот достался Архангельск, я так понимаю. Да. Нас было трое отсюда, Карачаевцев, и пять-шесть Абазин. Женщины были какие-то тоже. То есть такая сборная солянка, скажем так, да? Да. Но Людмила Александровна помнит тот день, когда вы встретились. А вы помните этот день? Вообще-то плоховато. Ну, что-то же запомнили. Да, да. Рассказывает, что когда вы сбрили бороду, она сразу поняла, что вот он, мой суженый. А вы как поняли, что это… Ну, не сразу. Не сразу, да? Нет. Ну, а что сыграло такую роль? Ну, постепенно встречались, встречались. А что покорило в Людмиле Александровне? Подкупило, так скажем. Ну, что сказать. Что покорило? А вот сейчас попробуй вспомни, что покорило. Что-то добыло, да? А на самом деле интересен другой вопрос. Сейчас вот зачастую становятся вопросы разных национальностей, да, межнациональных каких-то взаимоотношений. Я уверена, что и в 70-е годы этот вопрос стоял. Тем не менее, вот хотелось бы узнать для вас, как для Карачаиса, что стало вот таким определяющим моментом, когда вы все-таки вот решили связать свою жизнь с женщиной другой национальности. Страшно ли было? Боялись ли осуждения со стороны родственников? Ну, мы там по первости были недолго, где-то месяцев 6-7. Ну, и договор был такой, хотя бы полгода отработать там. Ну, потом уехали обратно. Домой, в смысле, сюда? Да. Потом потихоньку эти ребята опять начали собираться там, которые отсюда вовсе. Ну, наверное, я последний поехал туда. Уже добровольно. Ну, вот тогда и получилось, что мы встретились. Скорее всего, она меня пригласила на танец. А, вы пригласили, да? Проявили инициативу, да? Ага. Ну, и пошло потихоньку. Людмила Александровна, ну, вы-то помните, вот был какой-то страх, все-таки Мамед Абдуард Архманович другой национальности был? И достаточно большое такое расстояние Архангельска. Там вообще-то это очень мало играло роли. Да? В общем, я вам скажу. А почему? Не знаю, ну, там очень было много национальностей. Портовый город. Портовый город. Там и Молдаван было много, там и Дагестанцев было много. В Архангельске. Да, да. Там очень много национальностей было. И я там что-то и не ощущал кто-то кого-то как-то. Ну, правда, нас называли иногда. Нехорошим словом, да, я так понимаю? Все понятно. Нет, ну, в любом случае... Это, в основном, пожилые люди. Да, пожилые. Тетки, дядьки пожилые. А так, молодежь как-то... Не смотрела, да? Да, на это как-то... Спокойно реагировали. Ну, а вы, Людмила? Сначала мы встречались, я даже не думала, что там замуж или что... Ну, не русский, да и не русский. Кто его знает какой там, где они там, такие слова... Откуда он, да? Откуда он. А вот когда уже он сделал предложение, конечно, страх был, но я не думала, что мы сюда приедем. Я думала, мы будем жить в Архангельске, у нас была квартира. Мы жили, все нормально начали жить. Но его родственники тоже, по первости, наверное, тоже каждый хочет свою национальность. У меня папа такой был правильный. Он мне сказал, ты не бойся ничего. Если у вас любовь, живите. Вот мы поженились, свадьба у нас была в Архангельске. А когда уже... У нас там родилась дочка. Все было у нас правильно. Кстати, стоит сказать нашим телезрителям, что у вас четверо детей и восемь внуков. Вот это такой особый момент. Пока, да. Даст Бог, будет еще больше. Уже скоро и правнуки пойдут. А вот этот момент, когда вы переехали в Карачаево-Черкесию. Очень интересно, как вы себя здесь ощущали. Поняли ли сразу, что это вот ваш родной дом или все-таки поначалу было трудно? Вы знаете, мне повезло с родственниками. У меня очень хорошие родственники. Может быть, что-то и было. Во-первых, я не понимала речь. Во-вторых, ко мне относились... Они что-то говорят, я смотрю. Ну, чуть-чуть свекровь говорила. Чуть-чуть говорила на русском. Но она понимала, но не говорила по-русски. А вот его отец, оття, он говорил по-русски. Вот как-то мы с ним общались. Мне повезло, что Сноха была в доме. Его брат был в доме. Мы жили вместе. Я не почувствовала, что я ненужная там. И как-то все было правильно. Мы купили здесь домик. Начали строиться. Все помогали. Все. Никогда не было, чтобы они меня оттолкнули. Если я обращалась к ним, они всегда помогали мне. Всегда. Дом строили, вот мы все вместе. Дети появились. Никогда не отталкивали. Я ничего не могу сказать. Людмила Александровна, вот интересно. Все равно в любом случае разная культура и религия. То, что сейчас очень достаточно часто обсуждается у нас в обществе. Вот как вам удалось, скажем так, прийти к какому-то консенсусу, как-то находить компромисс? То есть отмечаете ли вы христианские праздники, допустим, или только мусульманские? Или отмечаете и те, и те традиции какие-то? У нас родилась первая дочка. Как назвать? Он сказал сразу, у меня есть племянница Зухра. Ну, думаю, Зухра, как вот? Он даже как-то это необычно. Но папа опять мой говорит, раз Зухра, значит Зухра назвали. Мама говорит, Зоей будет. Папа опять сказал, нет, Зухра, значит Зухра. Насчет праздников. Вот у нас Пасха, мы отмечаем все. И мои все родственники приходят меня проведать. Обязательно пасочку я пеку, обязательно мы все кушаем. И также мы отмечаем и курман, и уроза. Это у нас, никаких у нас проблем с межнациональностей нет. То есть проявляют уважение ко всем таким значимым, да? Обязательно. У меня дети названы. Конечно, когда уже они здесь и вторая дочка, и третья родилась, и сын. Я уже здесь назвала их всех, сама называла. Азрет, но зла, медина. Все карачаевские. Да, потому что мы здесь приехали сюда. И я как-то не настраивала их, что вы русские, а эти карачаевцы. Мы жили вот вместе. Меня не обижали, я никого не обижала. И когда вот пришло время им жениться, вот девочки у меня вышли за карачаевцев. А вот сын взял русскую сноху. Ну, тоже все прекрасно. А как вообще вы в течение вот этих 50 лет, вас окружали соседи разных, да, вот, ну, люди разных национальностей. Как вот у вас знакомство проходило, скажем так, с остальными титульными национальностями республики? Ну, карачаевцы понятно, муж у вас карачаевцы. А вот остальные какие-то... Вообще я, наверное, счастливая. Вот мне на счастливых людей, на хороших людей прямо везет. Я не встречала еще плохих. Вот сколько я здесь живу, считай, 50 лет я здесь живу, я всегда встречаю хороших людей. Никогда у нас соседи очень хорошие соседи. И есть и карачаевцы, есть и казаки, есть тут и абазинцы. Нам очень комфортно. Мы живем мирно. А вы когда-либо вообще ощущали вот эту разницу культур или нет? Границы не было какой-то четкой. Ну, вот именно когда уже совместная жизнь началась. Вам говорили, вот зачем ты взял русскую жену? Ну, как не говорили, конечно, говорили. Говорили, да? В смысле как? Не родственники. Ну, посторонние, да? Да. Как часто бывает? Да, да, да. Тем более она была метр с кепкой. Не выросла, да, через 50 лет? Все понятно. Как ты вот такую маленькую вот так вот? Так издалека привез, да? Да. Ну, конечно, были разговоры. Ну, не злобно, а так вот. Между делом, да? Да. Ну, говорили, что одна карачаевская семья потеряла зятя. Вот так шутили, да? Да, да, вот такое. Скажите, пожалуйста, вот мы уже, как я озвучила такой момент, сейчас в обществе часто обсуждаются вот межконфессиональные такие взаимоотношения. Вот на ваш взгляд, на примере вашей семьи, что важно доносить сегодня в обществе, где проживают люди разных конфессий, разных национальностей? На что стоит сделать упор, скажем так? Ну, на что? Ну, не бывает так, чтобы было все хорошо. Вот 53 года прожили, что думаешь, мало было скандалов. Ну, надо как-то найти, не искать там разницу между русскими и карачаевцами, чем они отличаются, или какие у тех обычаи хорошие, какие у нас плохие. Стараться найти что-то вообще хорошее. Я согласен, что не все хорошо, но надо стараться. Есть же хорошее, не может такого быть, чтобы и у тех, и у тех было все плохо. Конечно, которые это разжигают, они находят эти трещинки какие-то. Может, кто-то на кого-то был когда-то обижен, выкопают его, если захотят нас это, выкопают и начнут это раздувать. Но, правда, у нас не получится уж. А вот среди молодых может такое быть. Надо стараться найти что-то общее хорошее, а не то, что нас язык отделяет, обычаи, все прочее, прочее. Я так вот думаю, что надо искать хорошее. А мне кажется, если я хочу с ним жить, никакой преграды не может быть. Я с ним всегда хотела жить. Мы жили и в ауле, мы вот в Джигуте купили домик. Мы всегда хотели жить друг с другом. Как можно разбить? И я, вот многие говорят, ой, родственники мешают. Как они могут нам помешать, если мы хотим друг с другом жить? Где бы мы ни жили, терпение, конечно, терпение обязательно, уважение старших обязательно, чтобы почитать вот эти праздники, традиции. Я же живу здесь, когда я приезжаю на север, я приезжаю, я уже там другая чуть. Мне уже это все как-то, я уже здесь все впиталось в меня, что вот так надо здесь жить. А там в России немножечко хромает и уважение. Вот это все, мне кажется, здесь более такие устои традиционные. Поэтому если человек хочет жить вместе, он будет жить. А чтобы ссориться, что я русский, он карачаевец, у нас вообще никогда такого не было. Я и детей всегда настраивала, дети. Я русская, вы карачаевцы. Только мир, только дружба. И никогда не смейте, если кого-то обижают при вас, чтобы вот этого не было, а он русский, дайте ему, дайте, и вот карачаевцы, чтобы только мир был, чтобы только дружно. Я никогда не настраивала детей, такая междоусобица. Нет. Родственники, они всех знают родственников, они всегда рады и моим севера, и этим. У нас позитивная семья. Кстати, вот интересно, вот про вашу родню севера. Бывают ли они в Карачаево-Черкесии, какое у них впечатление о нашем регионе? Прекрасная, прекрасная и люди, и все родственники его всегда приезжали, когда еще папа с мамой были живы, всегда собирались мы, всегда. И его родственники приходили, тем более, что мы живем рядышком все. У меня и Золовки рядом были, и его братья. Всегда рядом мы жили. Прямо вот улицы смежные у нас. Я всегда была под наблюдением, никогда меня не обижали. Но я прожила очень хорошо. Я счастливая. Вы проживете еще дольше. Да, хочется, конечно. Хотелось бы узнать, вот существует ли в вашей семье какая-то ваша традиция, которую, допустим, вы придумали внутри семьи? Или, может быть, у вас есть какой-то обычай, который вот... Или как-то отмечаете, может быть, день свадьбы по-особенному? Есть какой-то момент? Ну, дети... Заставляют отмечать, да? Напоминают, что... Хочешь, не хочешь, соберут стол, накроют. Вот все дни рождения детей мы собираемся у нас. День рождения, они все собираются у нас. Мы накрываем стол, и когда у нас свадьба была 10 апреля, дети тоже все приезжают. Поздравляют еще годно, да? Напоминают, скажем. Да, да. А так всегда, конечно, если вот, например, у родственников что-то, всегда мы там, мы всегда вместе, отмечаем все вместе. Людмила Александровна, ну, вы, помимо того, что прожили здесь полвека, вы еще и проработали здесь полвека в нашей республике, на благо, скажем так, подрастающего поколения. Вот, хотелось бы немного рассказать нашим телезрителям о том, чем вы занимаетесь. В 75-м году я пошла на работу в детский сад номер один города Уджигуты. Я была воспитателем. Потом получилось так, что где-то в 78-м году открывался новый детский сад, второй детский сад в городе Уджигута. И мы пошли, я пошла туда, меня пригласили туда. И я сидела так, немножко играла, одной рукой чуть-чуть, и у меня заведующая была Клавдия Ивановна. Она услышала, музыканта не было. Она говорит, Людмила Александровна, давай на музыканта. Я говорю, ну, я же не работала, я 7 лет отработала воспитателем. И я рискнула. Мне очень хорошо помогал и методист Надежда Михайловна, и второй музыкант был Мария Ивановна Якунина. И они как-то меня поддержали, я пошла на музыканта. Вот я проработала столько лет, 44 года. Был немножко перерыв там, когда вот эти 90-е годы было очень трудно, я ушла. Но потом я вернулась, и вот сейчас я работаю уже 16... С шестого года я работаю в детском саду номер один Радуга. Ну, как я и сказала, на благо подрастающего поколения. Да, да. Мне очень нравится. Что пытаетесь донести до деток маленьких? Что вкладываете в них? Каждый педагог что-то все равно вкладывает. Да, чтобы они понимали, чтобы они слушали. Обязательно вот это уважение к взрослым, к старшим. Всегда дети, внимание. Дети очень послушные. 4 ноября в нашей стране отмечается День единства народного. Как мы знаем, в России проживает очень много национальностей, людей разного, опять-таки, повторюсь, вероисповедания. Хотелось бы вот от вас, как от людей, которые вот на протяжении полувека находят компромисс, опять-таки, и живут бок о бок в мире и согласии, хотелось бы какое-то пожелание услышать в адрес вообще всех россиян, скажем так. Мне кажется, вот терпение, уважение друг к другу, уважение к старшим. Если это будет уважение к старшим, будет все хорошо. И терпение обязательно. Толерантность вот эта, чтобы люди уступали друг другу. Мира, дружбы, чтобы все у нас было хорошо, чтобы процветала наша Карачаева-Черкесия, я ее очень люблю. И я рада, что я здесь попала сюда и живу. Здесь. Вам это, Абдуард Рахманович, а вы бы что пожелали? Ну, что, терпение друг к другу и знание истории и свою, и соседа. Конечно, в истории были случаи нехорошие, но не обязательно зацикливаться на этом нехорошем. Поэтому надо друг друга уважать и уважать, если ты не уважаешь меня, как получится так, что я буду уважать тебя? Надо уважать друг друга, соседей, друзей, знакомых, их необычаи, их неповадки. И тогда все будет хорошо? Тогда, конечно, будет все хорошо. Не надо там из каких-то дебрей выковыривать что-то, у кого когда-то что-то было. Надо это уже оставлять. Жить, в общем-то, глядя в будущее. Да, да, да. Что ж, Мамед Абдуард Рахманович, Людмила Александровна, спасибо вам большое за такую интереснейшую беседу. Я желаю вам прожить в таком же мире согласий, в гармонии еще полвека, и чтобы непременно мы все вместе, я могла бы вас поздравить с вашим столетним юбилеем совместной жизни. Спасибо, что пришли сегодня к нам в гости. Спасибо. Ну, а с вами, дорогие телезрители, я прощаюсь и желаю вам хороших выходных. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok